Добрый день, Александр Александрович. Вопрос такой. Получается, две недели назад, во время также ПДС, когда вы вернулись из отпуска, вы сказали, что было 20 числа. Сегодня планируем отменить режим ЧС, который был введен из-за урагана. Сегодня и во время доклада ГОИ ЧС, в сводке написано, что режим ЧС, оказывается, до сих пор действует. Или я что-то не так понимаю? Ну, совершенно верно, да. Было положение со стороны начальника службы ГОИ ЧС богачественно о завершении ЧС, но проанализировав все последствия урагана, было комплексно принято решение продлить ЧС тем, чтобы навести все-таки порядок и провести все устранения, которые были во время урагана. Основные мероприятия восстановления энергоснабжения и газоснабжения было проведено в течение недели. Ну вот, как сегодня докладывал Игорь Владимирович, были ряд сложностей по поводу подключения по интернет, по опытиковолоконной сети. По времянке они осуществили все мероприятия, но в последующем все-таки потребовалось еще несколько дней с тем, чтобы восстановить ее по постоянной схеме. Что дает именно режим ЧС? Режим ЧС дает оперативно, без каких-либо особых требований по закону, напрямую заключая договора, дабы провести все мероприятия по восстановлению. Ну и, конечно, не менее важный вопрос – это чистота в городе после урагана. Еще осталось очень много деревьев, которые необходимо вывести, и мы это сделаем комплексно в рамках режима со всеми управляющими компаниями и нашими муниципальными учреждениями. Поэтому режим ЧС пока на данный момент сохранен. Но вопрос в том, опять же, по поводу информирования. Почему тогда не сообщили? Вы проанонсировали, что еще две недели назад отменяется, потом не сообщили, что он продлевается. Получается, вообще мало кто знал, что две недели еще продолжаем в режиме ЧС жить. Для людей здесь ни особых осложнений не происходит. Это наши внутренние работы, которые позволяют нам провести в рамках режима ЧС. То есть людей информировать не надо, что на территории района? Мы людей проинформировали. Была информация, что отменится 20-го числа. Лично вы это сказали? Мы людей проинформировали. И окончательного решения по завершении режима ЧС также никакого не давали. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова